Сегодня вторник, а значит пришло время новостей спорта. Здравствуйте, с вами я, Владимир Банчиков. Вы смотрите «Танец Орла». В Бурятии состоится международный турнир по вольной борьбе на призы главы республики. В этом году соревнования пройдут уже в 21 раз. Участие принудут спортсмены из 11 стран мира и 8 регионов России. Нашу республику будут представлять 16 лучших борцов. Кроме того, по словам организаторов, турнир изменил формат. Спортсменам предстоит встретиться на новых коврах. Мы приобрели новые ковры, а те ковры, которые у нас были уже, они у нас так же будут использоваться. Мы их передаем в наше муниципальное образование республики Бурятия. Старые ковры были красочные, а эти какие-то темные, такими желтыми полосами. И, естественно, к этому также и ковры поменяли, также правила поменяли. И, исходя из этого, это все поменялось. Новый формат. Соревнования пройдут 12-13 марта в спортивном зале физкультурно-спортивного комплекса. Бурятский лучник выиграл первенство России в городе Великие Луки. Цирен Болтаков стал лучшим в личном зачете в упражнении «Классический лук» на 18 метров. Бурятский лучник выиграл первенство России в городе Великие Луки. Цирен Болтаков стал лучшим в личном зачете в упражнении «Классический лук» на 18 метров. Еще одну медаль завоевала Чемита Лупсанова, она стала бронзовым призером в этом же виде. Кроме того, Чемита выполнила норматив мастера спорта России. Поздравляем! 26 февраля в Москве прошел международный турнир по боям без правил Fight Nights Global, в котором принял участие наш земляк Вадим Бусеев. Врядскому спортсмену противостоял двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, чемпион мира по грэпплингу и мастер спорта по боевому самбо Алым Исабаев из Кыргызстана. Удар со смещением в сторону удара, но проигрывает этот раунд Исабаев. И аплодисменты просто Вадиму Бусееву волевой матч. Он выдает в очередной раз в своей карьере. Вадим выиграл два раунда из трех, но при объявлении результата выяснилось, что судьи дали ничью. Это вызвало недоумение зрителей, которые гудели и освистывали такое решение судей. С 11 по 14 февраля в Тамбове проходил чемпионат и первенство России под Тхэквондо. Участие приняли более 650 спортсменов из 38 регионов России. В честь Бурятии защищали 17 спортсменов разных возрастов. По итогам соревнований сборную страны отобрались три спортсмена от Республики Бурятия. Дмитрий Петухов, Екатерина Абедуева и Елена Харжеева. Дмитрий Петухов, Елена Харжев, Елена Харжев, Елена Харжев, Елена Харжев. Дмитрий Петухов, Елена Харжев, Елена Харжев, Елена Харжев. Защитить честь нашей республики на всероссийском этапе. Весна пришла, но лед не тает. А значит сезон игры для настоящих мужчин в самом разгаре. В очередном туре первенства Бурятии встретились хоккейные команды ветеранов Байкал и Союз. Понаблюдать за жаркой игрой непримиримых соперников отправилась и наша съемочная группа. Кто победил, узнаете прямо сейчас. Байкал и Союз – давние и непримиримые соперники. Поэтому эту игру, как, впрочем, и все встречи, игроки называют принципиальной. Хоккейное дерби прошло на льду школу номер 49. И несмотря на то, что все игроки старше 40 лет, скорости и зрелищности игры ветераны не уступают молодежи. Игра у нас принципиальная, с одним из претендентов на первое место. Командой Байкал вышли на игру. Первый период отыграли по 0-0, как вы видели. В втором периоде, скажем так, сделали игру. И не просто сделали игру. Первая шайба оказалась в воротах команды Байкал. После этого то ли боевой дух у союзовцев окреп, то ли Байкал начал терять инициативу. Но перевес становился все более и более убедительным в пользу союза. Итоговый счет 8-5. А капитан команды, союз Александр Рязанов, оформил хит-трик. Зимой команды тренируются по два раза в неделю. Но игроки отмечают, сезон слишком короткий. А обещанный ледовый дворец, мечта всех хоккеистов, так и остается не с бывшейся мечтой. Тренировки у нас два раза в неделю. Вторник, четверг проходит. В выходные дни, как правило, игры. Тренируемся здесь, на корте школы 49-й. Хотелось бы, конечно, еще и круглогодично играть. Потому как у нас наш город, столица нашей республики, единственный город, в котором нет крытого катка. В Чите два ледовых дворца в Иркутске, в Ангарске. И летом нам приходится ездить, вот ближайший каток, это в Иркутске. 450 километров нам приходится туда ездить, играть, чтобы поддерживать форму. В этом году в первенстве в Бурятии среди ветеранов участвуют четыре команды. Байкал, Союз, Содружество и Дорожник. Они собирают между собой несколько туров, затем плей-офф, где и определится победитель. Алина Чертарова, Юрий Тучков. Первая. Альтернативная. Уважаемые телезрители, гость программы «Танец Орла», консультант Управления по физической культуре и спорту Комитета по образованию администрации города Лануде Алексей Юрьевич Будаев. Здравствуй, Леша. Давай начнем с тобой разговор все-таки с хоккея. Я знаю, что ты хоккеист, с таким, наверное, 40-летним уже стажем, например, как я, баскетболист. Что творится с Федерацией Хоккея Республики? Вот тут я точно знаю, что какой-то раздрайка, какие-то непонятные вещи, делить особо нечего, да, шкуру убитого медведя. Но, видимо, кому-то очень хочется внести какие-то неполадки там в систему, в работу Федерации именно Хоккея Республики. Значит, Федерация Хоккея Республики Бурятия была создана в 2011-2012 году зарегистрированную, получила аккредитацию от Федерации Хоккея России за подписью «Третьяка», получила аккредитацию в Республиканском агентстве физкультуры и спорта и начала свою работу. Была цель, задача какая? Все-таки консолидировать все наши хоккейные команды. У нас было на то время 9 команд. Взрослых. Взрослых, да. И проводить соревнования. Это чемпионат Республики Бурятия, значит, турниры, бриз-турниры. Ну, полностью, то есть сезон организовывается. Да, организованный сезон. На это выделялись средства финансовые республиканскими агентствами, которые по плану, естественно, зачищая каждое мероприятие, выезды в том числе на спортивные соревнования, проводилась эта работа. Отчитывалось, естественно, ежегодно у нас. Был избран председатель Совета Федерации Андреев Сергей. Он проводил эту работу. Когда в 2012 году у нас, значит, организовалась ночная хоккейная лига, в то время российская хоккейная любительская лига под руководством Якушева, мы тоже здесь на месте, в Республике Бурятия, на местах, провели, значит, собрание команд ветеранов, там от 40 и старше. Избрали тоже самое Андреева региональным представителем, заявились в эту лигу в Москву, полностью отыграли сезон. Ну, теперь, да, ночная хоккейная лига. Вот, заявились, выявили победителя, составили сборную команду Республики Бурятия, куда вошли игроки и Анахоя, и Байкан. Ну, разные команды. Да. Профинансировало Республиканское агентство, выехали мы на первый фестиваль по хоккею, это в Москве было. Я вот помню, мы с тобой общались. Да, да, потом у нас был третий фестиваль, где мы тоже были участниками. Самое лучшее достижение в то время мы среди 32 команд отборочных в своей подрубке заняли 17 место, обыграли команду Ямало-Ненецкого оборота. Кроме этого, у нас еще выезжали ежегодно команда Мегафон, команда Байкал, команда Союз в Читу. Там межрегиональный турнир проводился даже международный, приезжали китайцы, монголы. Это большой кубок Байкала в апреле месяце, посвященный там победе, Великой войне. Ну, Дню Победы. Да, Дню Победы. Там тоже в прошлом году у нас команда Байкал заняла второе место. В этом году по федерации хоккея у нас начались такие тенденции, что Воронцов Вячеслав решил создать свою любительскую лигу и организовать... В чем смысл? Смысл? Ну, смысл в том, чтобы... Перетянуть одеяло на себя, другими словами. Можно так сказать? Ну, в принципе, можно и так сказать. То есть, ему не нравится то, что, например, где-то что-то Союз выигрывает и комплектует с вами команду. То есть, победитель, естественно, вправе комплектовать команду. Ну, безусловно. Это спортивный принцип, от него, по-моему, никуда никуда не уходил. Ну, бывают такие случаи, но это уже наказуемо. Поэтому была создана вот эта лига. В прошлом году чемпионат у нас недоигран. Главный судья был Вячеслав Воронцов. Он ни отчет не предоставил. И поэтому аккредитация федерации хоккея была приостановлена. Все понятно. Леш, к сожалению, у нас время подходит к концу. Мы об этой проблеме еще будем однозначно разговаривать, встречаться, может быть, по окончании хоккейного сезона. Я хотел бы тебя попросить очень коротко. У нас впереди длинные выходные. Целых четыре дня мы опять отдыхаем. Я единственное добавлю, что вот мое личное мнение, вот эти федерации, так сказать, создаются. В принципе, у нас было совещание у министра спорта Ангурова, да, Барху Бесхаловича, где было конкретно сказано. Есть у нас аккредитованная федерация, она должна работать. Он дал поручение, значит, ветеранский турнир провести, республиканский, значит, золотую шайбу и кубок республики Бурятия. Что и будет сделано в декабре месяце, золотая шайба и кубок республики Бурятия. В декабре, да, этот сезон у нас год, календарный. Сейчас мы первенство, так сказать, ветеранов закончили. Но хотелось бы, чтобы вот со стороны Воронцова были тоже шаги. Мы ему предлагали. На встречу. Да, у нас четыре команды ветеранов, у них четыре команды. Сделать плей-офф, все, выявить реального победителя республики Бурятия. Пока вопрос повис. Давай все-таки, спасибо. Хочу консолидировать, лично. Ну, это понятно. Любой нормальный человек хочет консолидации, причем везде он испортит. Особенно важно. Ради не нас, а ради наших, так сказать, подразделений. Конечно, конечно, ради ребятишек в первую очередь. Какие планы у управления по физкультуре на ближайшие выходили? Ну, буквально с завтрашнего дня у нас начинается в стрелковом центре Центрального республиканского стадиона с 1 по 5 марта. Это соревнования, открытые соревнования по пулевой стрельбе памяти почетного гражданина города Уланды Петра Николаева, первого олимпийца Бурятии, ветерана Великой Отечественной войны, участника. Участвуют команды Монголии, Иркутской области, Забайкальского края. Будет представлена сборная Бурятии даже не одним составом. Очень много там, значит, программа очень большая по стрельбе. В течение четырех дней с утра и до вечера будут соревнования проведены. Также у нас 4-5 марта в лёгкоатлетическом манеже в Сгуту и БГСХ состоится традиционная матчевая встреча городов Сибири и Дальнего Востока по лёгкой атлетике. Среди юношей и девушек 99-го, 2000-го года рождения, 2001-2002 года рождения. Тоже программа очень большая, начиная от 100 метров. Я знаю, там около 700 участников только. Очень много участников. Тоже у нас принимают участие и Иркутская область, и Забайкальский край и так далее. Далее, 6 марта у нас уже становятся традиционные соревнования по мотогонке на льду. Это у нас, значит, карьер, Буровостроя район, озеро, значит, посёлки Тулунжа. Соревнования проводят у нас Федерация мотоциклетного спорта Черкасов и Управление скульптурой спорта. Приглашаем всем посетить. Спасибо, замечательные соревнования. Я думаю, зрители, телезрители, наши телезрители станут зрителями вот этих замечательных, интересных соревнований. Спасибо, Леонид. Спасибо. Кто оказался самым метким, узнаете из нашего следующего сюжета. Точность, мощность, скорость. Вот девиз практической стрельбы. Спортсмен должен максимально быстро и точно поразить мишени. Если раньше участие принимали в основном силовики, то есть те, кто умеет обращаться с оружием в силу своей профессии, то сейчас около половины всех участников – гражданские лица. Среди них была и именитая спортсменка Любовь Волосова. Практической стрельбой я увлекаюсь довольно недавно. Один раз смотрела и вот непосредственно сегодня я участвую. На самом деле мне очень интересно попробовать пострелять из пистолетов и пострелять более приближенно к реальным событиям. Здесь ставятся определенные задачи, нужно выполнять. Вообще практическая стрельба сейчас набирает обороты. Если буквально лет пять назад у нас был приоритет, пять-семь лет назад, даже десять, основные были силовики, то сейчас очень много у нас гражданских ребят, которые там юристы, врачи, бизнесмены, которые занимаются практической стрельбой. Практической стрельбой может заниматься любой добропорядочный гражданин России, имеющий разрешение, действующий разрешение на огнестрельное оружие. Этот турнир достаточно престижный. В ранге федерации практической стрельбы он носит второй уровень и внесен в единый календарь всероссийских мероприятий. Это также позволяет участникам выполнять норматив вплоть до кандидатов в мастера спорта. В России спорт развивается очень динамично, а наши стрелки уже входят в десятку лучших в мире. И все же пистолет – это оружие повышенной опасности. Спортсмены отмечают, практическая стрельба как раз и дает возможность это понять и почувствовать. Фактическая стрельба, общение с оружием, обращение с оружием – очень строгие правила, которые учат людей понимать всю ответственность оружием, учатся с ним обращаться. То есть, фактическая стрельба, на мой взгляд, это и есть то направление, которое дает понимание культуры обращения с оружием. Лучшими в командном зачете оказались стрелки СОБРа и УВО. В категории продакшн-медиа было равных Инни Будаевой. В этой же категории среди мужчин отлично отстрелялся Сергей Ватяков. В категории «Классик» победил Булай Доржиев. Аюна Чертара, Александр Хмаганов, первая, альтернативная. «Будущее зависит от тебя» – футбольный турнир под таким девизом «Среди детских домов и школы-интернатов» проходил накануне в Лануде. Ребята со всей республики приехали показать свое мастерство и побороться за звание сильнейших. За играми наблюдала Аюна Чертарова. Буквально через несколько минут начнется республиканский этап всероссийских соревнований по футболу «Среди детских домов и школы-интернатов. Будущее зависит от тебя». В этом году участие принимают в нем 8 команд. И, наверное, это единственный турнир, где чем меньше участников, тем лучше. «Я вот уже 10 лет эти соревнования провожу. Радует, что команд становится меньше, потому что становится меньше детей, которые остаются без попечительств родителей. И я бы очень был рад, на самом деле, чтобы этих соревнований вообще не было. Но по факту, то есть уровень ребятишек, они самое главное стараются. У них горят глаза, они очень рады. И мы стараемся создать максимальные условия». Некоторые ребята перед играми волновались. В других после первых побед крепла уверенность и появлялись новые силы. «Мы с друзьями. Иногда у меня время бывает. Я выхожу в спортзал, захожу, играю в футбол с нами, занимаюсь». «Ты стоишь на воротах, да? Были какие-то опасные моменты, что вот могли забить гол?» «Нет, не было». «Даже весь ворот у меня выходил? То есть особо не напрягался, да?» «Да, не напрягался. Я просто стояла, просто слабо стояла, думаю, все, не будет гола, и все. Я отбивала, как смог». «Я волнуюсь и думаю, сильнее соборники в этом. Хочу стать чемпионом. Играть, выйти на финал, играть, стать большим и стать чемпионом. Потому что я хожу уже, мы уже третий год на футбол, но я хорошо играю, вот меня выбирает». «Это мероприятие очень важное. Почему? Потому что это первый этап, который мы обязательно должны провести в Республике Бурятия. Следующий этап будет уже региональный, который пройдет в городе Уссурийский, а потом уже пройдет сам чемпионат Российской Федерации в городе Сочи. Мы должны поучаствовать, я считаю, во всех этапах. И та команда, которая сегодня займет первое место, она будет направлена для участия уже в региональном этапе в городе Уссурийский». В соревнованиях участвовали футболисты 2002-2003 годов рождения. А вот ограничений по полу не было. Девочки в этот день выходили на поле вместе с мальчиками, а некоторые даже без страха стояли на воротах. «Нормально, в принципе, не очень страшно. В некоторых моментах бывает страшно, когда сильно бьют. На воротах я люблю стоять, а в футбол не знаю. Два года. Мальчики сильно бьют. Ну и команда у нас не такая уж сильная». А вот следующий игрок уже в первом матче забил стойко, что чтобы найти подходящий футбольный термин, пришлось изрядно порыться в недрах интернета. Дима оформил октатрик, то есть забил 8 голов. «Получилось 8-0. Я все 8 забил голов. Сложно делать? Нет. Начал с 9 лет, получается, с 10. И вот играю до сих пор. «Успехи, нравится? Да. Мой любимый спорт – футбол». Команда «Центра Звездный» вместе со своим лидером в итоге заняла третье место. Второе досталось ровеснику из ЛНД, а победителями турнира стали ребята из «Центра Доброй» Кяхтинского района. Все команды получили футбольные мячи и грамоты за участие. А триумфаторы теперь будут готовиться к следующему этапу, который пройдет в апреле в городе Уссуриск. Алина Чертарова, Юрий Тычков. Первая. Альтернативная. Стройный и подтянутый живот фитнес-экструктор Марина Алексеева уверяет, это не так уж и сложно. Главное знать некоторые упражнения, а какие, она расскажет и покажет прямо сейчас. Приветствую вас, дорогие и уважаемые телезрители. С первым днем весны вас. Хорошего вам настроения и солнечных дней. Риторический вопрос. Пить или не пить во время тренировки? Давайте разберемся. Во время физической активности тело теряет жидкость, кровь сгущается, повышается ее вязкость. И сердцу приходится работать с утройной нагрузкой, прокачивая загустевшую кровь. Увеличивается нагрузка на сердце, повышается температура тела. За этим следует потеря выносливости, координации, головокружение. Эффективность тренировки падает. Чтобы не допустить обезвоженности, во время тренировки пить воду не только можно, но и нужно. Но небольшими глотками и довольно часто. Лучше, если вода будет комнатной температуры, чтобы не заболеть. В конце тренировки окончательно восстановите свою потерянную жидкость. И выпейте воды столько, чтобы утолить жажду. А сейчас перейдем к непосредственной тренировке и выполним комплекс упражнений для укрепления мышц живота. Первое упражнение – поднятие ног. Ложимся на спину, руки за головой, поясницу плотно прижимаем к полу. На вдохе поднимаем прямые ноги, на выдохе опускаем. Делаем максимальное количество повторов до тех пор, пока не почувствуете жжение в области живота. Упражнение номер два. Ноги сонуты в коленях, опускаемся на спину. Поднимаем корпус до сидячего положения поочередно к правой и к левой ноге. Поднимаемся на выдохе. Также делаем максимальное количество повторений. Приступаем! Старайтесь, чтобы ваши лопатки не касались пола. Третье упражнение – ножницы. Ложимся на спину, прямыми ногами делаем движение крест-накрест, так долго, как вы это можете. Продолжение следует... Упражнение четвертое – махи ногами. Это упражнение станет прекрасным завершением тренировки, когда мышцы пресса уже устали. И теперь их нужно, что называется, отполировать. Лягте на спину, руки под ягодицы, ладонями вниз. Прямые ноги поднимаем поочередно, пятками не касаемся пола. Делаем максимально, настолько, как будто бы от этого зависит ваша жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На сегодня все. Хорошего вам вечера и приятного настроения. На сегодня это все. Но хочу еще пригласить всех любителей хоккея. 5 марта с 10 часов утра пройдет Кубок города Лануде по хоккею с шайбой на стадионе, на катке школы номер 49. На сегодня это все. Занимайтесь спортом, любите спорт, уважайте себя и своих близких. Увидимся через неделю. Каждый пацан борел дан. Каждый пацан борел дан. Эти сломанные уши на плечах баран. Выиграл этим летом дважды Сурхарбан. Хочешь на свидание, ты с крутым борцом. А вечером в Паттер перейдем. Ты послушай меня, милый, претер же коня. Антон почему-то нюхает меня. Сходим на свидание в лучший ресторан. Лишь бы одобрил Даксан. Субтитры сделал DimaTorzok